Мы сегодня пришли поздравить вас с вашим днём рождения. Сидите, не вставайте. С вашим большим юбилеем. 90 лет – это такие, конечно, ощутимые большие годы. В этот день Надежду Семёнов-Рейман поздравляли с юбилеем и бывшие ученики, и коллеги, с которыми она бок о бок проработала в разных школах страны почти всю свою жизнь, и многочисленные внуки и правнуки. Заместитель начальника управления соцзащиты Андрей Миков лично вручил букет юбиляру и передал поздравления губернатора Московской области Андрея Воробьёва и главы района Валерия Венцеля. Уважаемая Надежда Семёновна, от всей души поздравляю вас с юбилеем. В этот знаменательный день примите искренние пожелания здоровья, долголетия, бодрости, духа, заботы и внимания окружающих людей, мира, добра и благополучия. Валерий Николаевич Венцель, глава Ленинского муниципального района. Коренная ленинградка, а ныне житель Ленинского района, жена и дочь военного. Она даже в свои 90-х подтянута и выглядит гораздо моложе своих лет. Всю свою жизнь Надежда Семёновна провела в разных военных гарнизонах, куда по долгу службы определяли сначала отца, а затем и мужа. Там работала, днём учила русскому языку и литературе старшеклассников, а по вечерам преподавала в вечерней офицерской школе. Учитель лучшей школы в Санкт-Петербурге, её ученица. И когда её выдвигали на премию нашего президента, она спросила, почему вы захотели стать учителем-директором школы. Это кружали на Нина. Она сказала, потому что у меня была классным руководителем Фрейман Надежда Семёновна. Мама – это тот человек, на которого можно равняться и которым можно гордиться. Многие выпускники Надежды Семёновны до сих пор звонят и приходят в гости к своей любимой учительнице. А между тем, в молодости она мечтала вовсе не о педагогике. Я ведь хотела и на юридическое университет в Ленинграде. Не попала, всё уже пришло, не то что даже не брали вообще. Я случайно попала, а там затянуло, интересно, в общественные самодеятельности. На вопрос о секрете долголетия Надежда Семёновна отвечает лаконично. Друзья и настоящее призвание. Чего пожелала и нашим зрителям. Пожелаю только одно – найти работу и увлечение, что тебе нравится. Если получилось не так, лучше поменять. И наша героиня знает, о чём говорит. Ведь сама она своё призвание давно нашла. Екатерина Борисова, Владимир Бежёнов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok